Сейчас кончу запись, и мы с вами начнем, кто присоединяется, те что-нибудь пропустят. Итак, добрый вечер, меня зовут Ольга, я представляю компанию Стар Академия. Вы знаете нас, скорее всего, потому что вы присутствовали на каком-то предыдущем нашем вебинаре по поводу образования за рубежом. Также вы знаете нас, возможно, вы подписаны на наши рассылки и пришли к нам отсюда. И сегодня наш эфир посвящен поступлению в Великобританию и США. Еще не поздно поступать, но самое время. Можно было начать и раньше, но самое время. И сегодня я вам представлю эксперта британской компании Марию Оськину, которая расскажет нам подробнее о преимуществах обучения в этих странах, о разнице между ними, о требованиях к поступлению, а также интересную информацию о студенческих визах и в ту и в ту страну, и какие особенности, нюансы подачи, как мы изначально говорили, они совершенно разные, да, то есть абсолютно разные даже временная структура подачи документов. Также еще раз вам напоминаю о том, что вы можете оставить в чате вашу электронную почту, если вы хотите получить информацию после. Если эта почта не будет включена в рассылки, не переживайте, то есть вы получите только запись этого вебинара и какие-то чек-листы, кратко на тему требуемых документов, сроков, ну, в общем, конкретно по теме. Я Марии доставляю слово, выключаю звук, а то у меня тут офисный шум. Всем добрый вечер. Ольга, спасибо за представление. Вот, и, собственно, не буду всех задерживать долгим таким сступлением и сразу перейду к своей презентации. Обычно я с моей презентацией я начинаю с образования в Великобритании и, собственно, кратко говорю, кто такие Инту и, соответственно, для чего на эту кампанию мы необходимы студенты. Инту – это британская компания, наш головной офис находится в Брайтоне. И вообще Инту, как считается, это компания, которая объединяет партнерство университетов Великобритании и США. У нас еще недавно добавилась такая страна, как Австралия. Но об этом уже в другой раз. Если мы говорим про партнерство университетов, это означает, что мы заключили определенные договоренности с конкретными вузами, в Великобритании и США для того, чтобы проводить различные программы подготовительные для иностранных студентов на кампусе этих университетов, а также возможности поступления на бакалавриат или магистратуру. Вот как раз мы сегодня рассмотрим, какие варианты есть для студентов иностранцев, и в частности для студентов из России с различными, например, квалификациями. Это, например, если вы заканчиваете аттестат и получаете аттестат за 11 классов, или вы, например, заканчиваете и получаете диплом программы IB. Итак, Великобритания. В Великобритании у нас представлено порядка 12 учебных заведений. Здесь вы видите на карте все наши университеты и также учебные центры, которые мы предоставляем Великобритании. География как обширная в плане расположения. Есть у нас университеты в Лондоне, есть университеты на юге, в Великобритании, также в центре страны. И даже, кстати, в северной части, это, например, в Северной Ирландии и также университеты в Шотландии. Поэтому здесь по локации мы можем практически покрыть любой, так сказать, регион Великобритании, потому что, да, Лондон – это популярная локация, но, как правило, не только Лондон в Великобритании едины, поэтому есть много других замечательных городов, которые могут выиграть по различным параметрам, по уровню стоимости жизни, по комфорту проживания, опять же, по безопасности. И здесь, соответственно, компания Start Travel вам как раз поможет с выбором конкретного университета, который подходит под ваши определенные параметры. И для чего, собственно, выбирают многие университеты, рассматривают Великобританию как направление? Я бы сказала, во-первых, начну с таких позитивных моментов, как выдача виз. Для россиян, соответственно, для россиян визы дают, здесь нет никаких проблем, то есть необходимо только как можно раньше подаваться на визу. И в этом плане витамцы, конечно, молодцы. Я даже бы отметила, что они были молодцы, начиная с пандемии, то есть разрешали студентам приезжать на кампус во время обучения. То есть можно было начать онлайн и потом присоединиться. Пандемия закончилась, случились обстоятельства февраля 2022 года. Опять же, британцы, в частности, наши университеты, не накладывали никакие ограничения для поступления студентов из России. И, наоборот, наши центры, наши центры именно Инту, которые находятся при университете, всячески поддерживали и россиян на кампусе, и, соответственно, оказывали психологическую помощь. И поэтому нас часто спрашивают, есть ли какой-то буллинг, обижают ли студентов. Я, как представитель Инту, и работаю в региональном офисе в России, или я базируюсь, то я скажу за свое... То есть с февраля, например, 2022 года, честно, положа руку на сердце, могу сказать, что мы не получили ни одного, ни одной фидбэка, ни одной жалобы о том, что как-то так преподаватели либо студенты относились к российским... к российским студентам, простите за депутатологию, но потому что любая политическая ситуация в нашем региональном офисе в России в любом случае узнает все такие нюансы первым. Поэтому здесь университеты сохраняют дружелюбную обстановку и, соответственно, нет каких-то какого-то буллинга со стороны сотрудников, со стороны студентов по отношению к россиянам. И, собственно, когда мы говорим про саму Великобританию как направление, я всегда хочу подчеркнуть некоторые моменты, почему многие студенты выбирают Великобританию, почему, собственно, Великобритания делает, можно сказать, делит пьедестал США по уровню и качеству образования среди всех зарубежных университетов. Во-первых, естественно, начнем всегда, когда мы смотрим учебные заведения, у нас всегда возникают такие картинки, какие рейтинги, это как один из критерий, например, оценивания качества обучения. Да, его обязательно тоже нужно учитывать и смотреть рейтинги университетов. Например, общие. Также важно смотреть рейтинги университетов, внутри страны, и плюс также есть, если вы рассматриваете, например, Великобританию, страну, где планируете поработать после окончания обучения или даже во время обучения, то здесь лучше обращать внимание на такой показатель, как внутренние, например, рейтинги именно с университетов Великобритании, а не общие мировые. И вот как раз, если мы говорим про самые топовые вузы, то порядка, то есть 4 учебных вуза Великобритании входят в топ-10 университетов мира. Также есть в университете, в Великобритании такое понятие, как раз группы университетов. Это 24 ведущих элитных университетов страны, которым уделяются большие инвестиции со стороны, например, правительства, на развитие научно-исследовательской деятельности, а также оснащение университетов. Другим словом, это одни из крупнейших университетов Великобритании, которые ведут научную деятельность как на местном уровне, так и на международном уровне. И, соответственно, многие студенты стремятся попасть в эту элитную группу университетов. И, как я говорила, что, соответственно, в Великобритании и, в частности, университетов Великобритании работают тесно с различными компаниями, которые находятся в этой стране, и ведут научно-исследовательскую деятельность по абсолютно различным вопросам в сфере бизнеса, финансов, инжиниринга, изменения климата, медицины. Причем эти исследования делаются не только как на местном уровне, но и на международном. И вот если мы говорим про рейтинги, здесь вот как раз есть такой волшебный сводный файл, где показаны общие рейтинги мировые. Это, например, QS World Ranking, который чаще всего, как я замечаю, используется при подборе учебных заведений, при рассмотрении учебных заведений. И, соответственно, также здесь есть местные внутренние рейтинги от университетов Великобритании, это The Guardian, например, или The Complete University Guide. И вот как раз согласно этим рейтингам ранжируются наши университеты. Хочу еще раз подчеркнуть, что это именно рейтинги общие, без привязки конкретно к каким-то предметам. И как раз здесь я хотела подчеркнуть, какие есть, например, университеты группы расов, и, собственно, и какие есть рейтинги внутри страны. Это, например, университет Эдзетера, они 150-е в мире и 15-е в Великобритании. Университет Манчестера, это один из самых наших рейтинговых вузов, в нашем портфолио, они университет Манчестера, 32-й в мире. Далее это университет Нью-Касла, как видите, они 150-е, и также университет Куинс-Белферс, который занимает высотую строчку мирового рейтинга. И, собственно, чем примечательны эти университеты, это Russell Group, что это такое? Помимо того, что это показатели в строчках рейтинга, мировых или внутренних. Например, университет Экзетера в 2024 году занял 13-ю строчку согласно Complete University Guide, и это очень высокий показатель для университета в плане соотношения качества и уровень обучения, а также уровень научных исследований, которые выполняет университет. Но важно, что университет занял первую строчку рейтинга по показателям удовлетворенности по качеству обучения именно среди международных студентов, что очень важно, потому что это показывает, насколько университет умеет грамотно работать именно с иностранными студентами, отвечать на все запросы и, соответственно, давать высококачественное образование. И, как правило, многие вузы, многие университеты в Великобритании не специализируются например либо только на точных науках, либо, например, на гуманитарных. И поэтому, как правило, эти университеты состоят из нескольких факультетов, и мы, соответственно, советуем студентам на какие факультеты, какие предметы стоит обратить внимание, какие именно специальности сильные в этом университете. Например, конкретно, Если мы говорим про университет Экзетера, то я бы здесь видела бизнес-школу, она вообще все программы по бизнесу входят в топ-20, университет Экзетера входит в топ-20 по этому показателю, конкретно по финансам они очень имеют сильные позиции, они входят в десятку лучших вузов по направлению accounting and finance. И, например, есть также в этом университете сильные направления, как спортивные науки, если вы, например, рассматриваете такое обучение в сфере, получение образования в сфере спорта, например, хотите быть коучем либо тренером, то здесь университет Экзетер просто лидер, они 16-е в мире по спортивным наукам. Также я бы добавила последнее такое обновление, например, по такому направлению, как компьютерная технология, что именно университет Экзетера вошел в пятерку лидеров вузов Великобритании, среди них, например, это университет Дарома, университет Кембриджа по направлению компьютерной технологии. И именно эта пятерка лидеров ранжируется по такому принципу, как популярность среди, соответственно, работодателей в сфере IT, в сфере Data Science. Вообще, если говорить, отойти от, например, рейтинга популярности среди работодателей, или еще рейтинга, также называют рейтинг трудоустройства, то в целом университет Экзетера сильный и по компьютерным технологиям, они занимают 20-е строительство рейтинга по данной специализации. Следующий университет тоже, опять же, я напоминаю, это университет Расселгрупп, университет Ньюкасла, который находится на севере Великобритании, в городе Ньюкасла-Онтайм. И здесь вот вы видите небольшую такую фотографию самого университета, его главного корпуса и нескольких здесь факультет архитектуры, например, факультет архитектуры. Вообще, если говорить про Ньюкасл, то я считаю, что это классный баланс, если мы рассматриваем крупный город, но это, например, не Лондон, потому что, соответственно, Ньюкасл это почти фактически вместе с ближайшими территориями город считается миллионник. И важно, что, например, здесь еще расположение вуза, потому что университет фактически находится в пешей доступности от абсолютно всех достопримечательностей, от магазинов, от галерей. Удобная транспортная доступность, потому что напротив университета располагается через дорогу станция метро. Очень удобно добираться, например, до аэропорта или, например, до побережья, где можно проводить свободное время в том числе. И также поэтому здесь Ньюкасл, с одной стороны, это университет такой кампусный, но в то же время есть возможность выйти в город и также устроить свой досуг. Если мы говорим про специальности, то здесь Ньюкасл супер вообще по рейтингам в сфере по архитектуре. Они являются топ-100 по данному направлению среди всех университетов мира. И если мы говорим про рейтинги, например, среди британских университетов, то Ньюкасл здесь занимает десятую строчку рейтинга по архитектуре. Здесь большой факультет данной специализации и представлены на направлении как урбанистика, как архитектура и ландшафтный дизайн. Поэтому если кто-то рассматривает, как стать архитектором, то очень сильно рекомендую именно рассмотреть Ньюкасл. И также очень важно сделать добавление, что, например, здесь программа архитектуры, имеется профессиональную аккредитацию, которая очень важна для того, чтобы получить лицензию в дальнейшем и стать профессиональным архитектором в Великобритании. Помимо архитектуры, также университет сильный, например, по таким специализациям, как медиа, коммуникация. Они входят в десятку лучших вузов по данному направлению. И также университет сильной специальности в сфере, например, естественных наук. Это все, что связано с биомедициной, биотехнологиями, биологией, химией. И важно, что, например, университет входит в топ-20 среди всех университетов Великобритании, опять же, по популярности среди работодателей. Здесь как раз не выделяется конкретный факультет, здесь говорится в целом, что выпускники университета Ньюкасла очень являются популярными среди работодателей британских вузов. И, соответственно, это показывает о том, что университет показывает высокий уровень, опять же, образования, в соответствии реалиям, то есть студенты выпускаются и уже готовы приступить к работе. Их не нужно заново, например, переучивать работодатели. И следующий университет – это Квинс-Белфаст. Это уже у нас университет, который находится в Белфасте, в столице в Северной Ирландии. И я бы сказала, что университет – это один из старейших вузов Великобритании. Его называют как Северный Оксбридж. И на самом деле университет очень… его кампус считается одним из самых красивых кампусов среди британских вузов. Вот здесь небольшая, опять же, инстаграм, как раз видите, это главное здание университета. Опять же, сам Белфаст – город очень комфортный в плане передвижения, потому что очень много есть доступных… он доступный для пеших прогулок, например, если вы любите ходить пешком. Также развито транспортное сообщение. И опять же, университет такой находится в условной пешей доступности от всех различных достопримечательностей города, магазинов. И опять же, галерей каких-то, чтобы студенты чувствовали не только студенческую жизнь, но и могли также окунуться в британскую культуру и иметь доступ абсолютно ко всему во время их обучения. И по сильным специализациям я бы здесь выделила такие, например, направления, как mechanical engineering или автомобилестроение, часто также переводится это, соответственно, на название. Потом также университет сильный по одной из инженерных специализаций, как химическая инженерия. Они, например, десятые в Великобритании по данному направлению. А здесь сильная школа менеджмента, и в частности, опять же, например, accounting и finance, они входят в десятку лучше. И если говорить про естественные науки, то здесь самая, соответственно, топовая специализация, это, например, фармацевтика. Они вторые в Великобритании по данному направлению. Я бы также добавила, что, например, в университете часто еще у нас выбирают такую специализацию по компьютерной технологии, по технологии, либо software engineering, потому что в целом, если мы говорим про software, то это направление сейчас очень популярно в Велфасте. Там проводится огромное количество различных воркшопов, презентаций. И вообще считается Велфаст как столица по производству софта. Поэтому, соответственно, обучение в университете, который предлагает такую специализацию, быть еще среди потенциальных работодателей, это, опять же, большая опция для студентов как прохождение стажировок во время обучения. Причем Велфаст, например, на факультете компьютерных технологий, и на факультете инженерных наук предлагает, есть возможность пройти стажировки. Некоторые стажировки, например, в частности, по компьютерной технологии являются обязательной частью программ, обязательной частью программы. Поэтому здесь есть практически все карты в руках студента, чтобы получить практически опыт во время обучения. И, так сказать, вишенка на торте, я бы сказала, что в целом еще бы про уровень стоимости жизни, потому что Велфаст считается самым доступным городом по стоимости проживания. Например, где-то все расходы на проживание, питание может составлять около 10 тысяч фунтов в год. Например, для Лондона эта цифра может варьироваться от 15 до 25 тысяч фунтов в год. Поэтому в целом Велфаст, здесь такое хорошее отношение цена-качество. Если вы хотите, например, получить диплом рейтингового университета, но в то же время у вас есть определенный граничный бюджет, то Велфаст как раз будет таким оптимальным решением в данном случае. И университет Манчестера, наша звезда, я думаю, возможно, уже многие или хотя бы некоторые слышали в целом про этот университет, если вы когда-то интересовались зарубежным образованием. То есть университет Манчестера является, наверное, самым рейтингом нашим вузом, и они конкретно занимаются 32-ю строчку рейтинга. И здесь у них есть огромные, соответственно, регалии. Университет входит в топ-50, например, по гуманитарным наукам, в частности, по политологии. Они 15-е в мире по химической инженерии. Плюс они 60-е в мире по компьютерной технологии. В общем, Манчестер — это, одним словом, университет, который имеет большое количество программ и высоких рейтингов, и, соответственно, рейтингов не так же местных, но и мировых. И этот университет в целом подходит для тех студентов, кто, например, рассматривает заниматься наукой, кто рассматривает изучение естественных наук, инженерных наук, кто, например, рассматривает такое направление, как точные инженерные специализации. Потому что в целом науководактический университет Манчестера стоит третьим после Оксфорда и Кембриджа по уровню и качеству исследований. И здесь такое прямое декабрь указательство, например, университет, например, 25 Нобелевских лауреатов является выпускниками университета Манчестера. Все такие регалии, естественно, накладывают свои определенные требования к поступающим. Это университет с одним из самых высоких требований для зачисления. Ну и плюс, соответственно, стоимость. Это один из самых дорогостоящих университетов. Но, опять же, цена соответствует дальнейшим возможностям студентов после окончания университета Манчестера, потому что, опять же, университет входит в десятку лучших среди работодателей и также по уровню трудоустройства после окончания обучения в течение полугода. Это краткий такой был эксплуат по поводу рейтингов и какие, собственно, рейтинги университета мы предлагаем. И дальше я как раз отметила еще дополнительные пункты по почему, соответственно, еще выбирают британские именно университеты Великобритании. Как я много раз говорила, что университеты предлагают высококачественное образование. И здесь, опять же, это контролируется со стороны государства. Каждый год все университеты проходят жесткую проверку на предмет соответствия программ, соответствия учебного плана для того, чтобы университет, опять же, университет получил одобрение лицензии на учебную деятельность. Безопасность тоже немаловажный фактор, который играет роль при обучении в другой стране. И здесь университеты, например, Великобритании, как вы видели на карте в начале презентации, они располагаются в различных городах. Например, у нас есть университеты в небольших городах, как Норридж, он находится в двух часах езды от Лондона, там находится университет из Англии. И город Норридж, например, входит в пятерку самых безопасных городов Великобритании. И важно, что помимо того, что вы приезжаете не только получать высшее образование, но вы также приезжаете за тем, чтобы получить опыт общения с другими студентами из других стран. И опять же, Великобритания является номер один по популярности среди именно иностранных студентов. Это первая, практически можно сказать, англоговорящая страна, которая предложила и создала различные программы подготовки, например, для иностранных студентов, программы адаптации для иностранных студентов, чтобы они приезжали в Великобританию, учились с комфортом и полюбили, соответственно, эту страну. Поэтому Великобритания очень дружно настроена к иностранным студентам и дает им различные, и британские вузы дают им различные варианты поступления. Если у вас, например, невысокий уровень английского или невысокие оценки, всегда есть опции для зачисления, о которых я поговорю чуть позже. И, например, важно же, также вы приезжаете, соответственно, и первый вопрос, а где можно проживать? Соответственно, всем иностранным студентам в наших университетах предлагается проживание на кампусе университета, в студенческих общежитиях, у меня чуть подальше будут фотографии, именно резиденции. А вот здесь как раз вы видите фото основных кампусов университета. То есть это могут быть исторические здания, также, например, современные здания или сочетание исторических плюс современные. И, соответственно, как правило, если это кампусный университет, то это достаточно большая территория, где находятся абсолютно все, и учебные корпуса, и резиденции. Например, есть медпункт на кампусе, различные, например, спортивные ресурсы, как бассейн, скалодром. Поэтому все находится фактически в одном месте. Также есть, например, в некоторых вузах, например, университет Экзетера. Здесь на кампусе также расположается большое количество студенческих кафе или общих зон, где студенты могут отдыхать и общаться. Поэтому обучение построено, то есть нахождение на кампусе как раз располагает комфортному обучению, чтобы студенты могли взять по максимуму во время своего пребывания в университете. И вот как раз общежития, каким образом, соответственно, они выглядят. То есть фактически для британцев очень уважают личное пространство, и поэтому фактически проживание предлагается всегда в одноместное, со своими удобствами. Это ванные комнаты. Также есть, например, комнаты, в которых есть маленькая, небольшая кухня. Но в основном чаще всего кухня находится на этаже и делится между несколькими комнатами между студентами. Также есть, например, прачечная, где студенты могут, соответственно, постирать свои какие-то вещи. И вот как раз, если мы говорим про спортивные ресурсы, то здесь у нас, например, есть университет Стерлинга. Это университет, который располагает уникальными спортивными ресурсами на кампусе. Например, бассейн олимпийского размера, свой собственный фитнес-зал. Также в целом университет, этот данный вуз занимал многократные первые номинации по уровню оснащения и являлся самым спортивным университетом среди великобританских вузов. И, например, ресурсы этого университета прекрасно используют олимпийские чемпионы для тренировок. Так вот слева, например, вы также видите, это Bloomberg терминалы, как раз где студенты, соответственно, могут в реальном времени смотреть, как и до слить заниматься трейдингом. То есть это как раз практический подход к обучению в британских университетах. И, собственно, для чего мы получаем всегда образование и хотим понять, что с этим образованием делать, и как иностранный студент может себя применить, например, в другой стране, и какие опции работы, стажировок есть. Вообще, по трудоустройству, опять же, выпускники британских вузов входят в пятерку лидеров среди всех стран по трудоустройству среди именно работодателей. Я бы также отметила такой важный факт, что в целом британский диплом является международным, и он может, соответственно, он может котироваться среди работодателей других стран. Многие, например, студенты также помимо Великобритании уезжают, например, в Европу, либо уезжают в Ирландию, либо другие страны для дальнейшего поиска работы. Вот, и если мы говорим про стажировки во время обучения, то здесь, опять же, студенческая виза позволяет, во-первых, студентам работать, то есть вы можете подрабатывать, если находится, например, на программе бакалавриата или программе магистратуры, можно подрабатывать 20 часов в неделю и 40 часов каникулы. Также для студентов-бакалавров есть такая опция, как Placement Year или Year in Industry, часто еще тоже встречается такое название, но, по сути, это год стажировки. Она может быть оплачиваемая, может быть неоплачиваемая в компании-партнеры по вашей специализации. И, если будет дальше слайд, как раз, чтобы более предметно показать, как, соответственно, какие уровни зарплаты могут студенты получать как раз за пост-стажировки. И важное изменение, позитивное, что после окончания британского вуза можно остаться в стране на два года для поиска работы по пост-стадии виза. Это очень удобно в плане, потому что, например, до Brexit иностранные студенты могли оставаться в стране только на три месяца. Соответственно, за этот период, вы сами понимаете, фактически очень сложно найти себе работу. А тут есть целых два года для поиска. И плюс дальше можно, например, проработать, прожить в Великобритании пять лет и подать, например, на гражданство. И вот как раз тот placement year, это стажировка во время обучения, как вы видите, может быть, 9-12 месяцев. И здесь, например, у нас яркий пример. Это университет Сити, университет Лондон. И, например, факультет бизнеса предлагает как раз студентам возможность пройти стажировки оплачиваемыми во время обучения. И вот здесь вы видите заработную плату студентов. И, как правило, здесь представлены крупные финансовые, крупные IT-компании, где проходят студенты эти стажировки. Университет Сити помогает с поиском стажировок. У них есть свой карьерный центр. И вообще Сити считается таким университетом с фокусом на карьеру, с фокусом развития карьерных навыков и поисков именно работы в Великобритании. И сам этот университет заканчивали, например, Тони Блэр и Маргарет Тэтчер. Университет находится в Лондоне, в его бизнес-районе. Поэтому, опять же, доступ ко всем фактически крупным и известным работодателям, шаговой доступности от студентов. И, опять же, эти работодатели любят и часто приходят на кампус, например, на дни открытых внивере или дни карьеры, где студенты могут с ними общаться и, соответственно, проходить даже интервью. И, собственно, подходим к тому, как поступить в Британский университет. И здесь нужно будет отталкиваться от системы образования. Здесь, например, и какие есть опции для, например, студентов, если мы рассматриваем школьников 11, которых будет только аттестат, либо, например, я увидела, здесь были в чате студенты, которые планируют получать диплом IB. То есть для всех есть возможность поступить в Британский вуз, потому что Британская система достаточно гибкая и адаптируется под иностранных студентов. Вообще, соответственно, если кратко по схеме обучения, то британцы учатся порядка 11 лет, это получает GCC, можно сказать, что это наш аттестат. Дальше студенты переходят в старшую школу на программу A-Level, и дальше учатся там 12-13 класс. Здесь они уже выбирают 3-4 предмета, на котором хотят сфокусироваться. И, собственно, этот набор предметов им необходим уже для поступления на первый курс программы бакалавриата. Сама программа бакалавриата в Великобритании длится 3 года, либо 4, если, например, студенты берут placement year. И после окончания студенты поступают уже, либо могут идти работать, чаще всего это так и делается, потому что не все бегут сразу в магистратуру, потому что фактически магистратура нужна для того, чтобы понять, после того, как студенты понимают, с чем они дальше, где они будут работать, чем они хотят заниматься после получения программы бакалавриата, или что им нужно, какие навыки, какие знания им нужны уже на продвинутом, на магистрском уровне. И, ну, если, конечно, если вы рассматриваете научно-исследовательскую деятельность, то, да, лучший, самый такой оптимальный путь, это поступать, например, на так называемых исследователей магистратуры, например, postgraded research degree. И какие опции есть у вас, дорогие слушатели, если, например, давайте рассмотрим несколько вариантов, например, в зависимости, которые зависят от системы российского, например, образования. Например, вы являетесь выпускником 11 классов, у вас только есть аттестат. В этом случае сразу поступить на первый курс нельзя, и, соответственно, студенты поступают к нам на программу Foundation. Это программа, фактически МОС, которая позволяет студентам адаптироваться к британской системе образования. Студенты на этой программе изучают, например, академический английский, и плюс предметы, которые относятся к их будущей специальности. Например, Foundation бывает делится так называемым по потокам. Есть Foundation по бизнесу, после него вы можете поступить на различные бизнес-факультеты, и к этим бизнес-факультетам относятся специальности финансы, менеджмент, маркетинг, бухгалтерское дело. Дальше, например, есть Foundation по творческим направлениям, Art and Design. Соответственно, поступаете дальше на творческие специализации. По инженерным программам есть отдельный Foundation, и вы можете поступить после такого инженерного Foundation на точные науки, на различные инженерные специализации, на компьютерные технологии. И также плюс есть, например, Foundation по гуманитарным наукам, либо, например, Foundation по гуманитарным наукам, совмещенных, например, с бизнесом. И здесь вы можете поступать на юриспруденцию, на психологию, на другие социологии или другие различные гуманитарные специализации. И вот поэтому здесь важно как раз выбрать правильную программу Foundation, которая будет соответствовать вашему дальнейшей прогрессии в университете. Важно хочу отметить, что после окончания Foundation студенты переходят гарантированно на первый курс бакалавриата в университетах Англии, например, Северной Ирландии, либо на второй курс, если мы говорим про университеты Шотландии. И я здесь хочу добавить, что, например, во всех фактических университетах Инту программа Foundation, опять же, проходит на кампусе, например, университетов или в наших международных центрах. И для того, чтобы поступить на программу Foundation, здесь смотрят на несколько аспектов. Это GPA. Что такое GPA? GPA – это фактически ваш средний балл, который, например, высчитывает университет. Например, сам, опять же, GPA варьируется от университета, и самый, соответственно, минимальный – это 3,5 из 5. Есть, например, университеты более рейтинговые, например, как университет Манчестер, он может потребовать GPA 4, 4,5 из 5. Второй момент, который необходим студентам для поступления, это сдать один единственный экзамен, это экзамен IELTS, академик. И здесь, опять же, как вы видите, разброс требований от 4,5 до 6,0. Поэтому здесь нужно конкретно смотреть выбранный университет и какие у них требования по английскому. И минимальный возраст, который мы, соответственно, принимаем на программу Foundation – это 16 лет. Следующий этап, если мы рассматриваем, например, в выпускниках школы 11 классов, и вы отучились один год, например, в российском ВУЗе и передумали дальнейшее свое обучение, и хотите поступить в британский университет. Либо как раз вот если у вас программа будет, то есть вы учитесь по программе IB, либо вы, например, учитесь по программе A-Level. В этом случае есть две опции. Это первая опция – это зачисление сразу на первый курс в британский университет. И вторая опция – это программа International V1. Это фактически International V1 – это эквивалент первого курса обучения с гарантированной прогрессией на второй курс бакулавриатов, либо третий курс, если мы рассматриваем университеты Шотландии. Вот здесь вот как раз в чем, собственно, в чем суть International V1? Опять же, International V1 помогает студентам поступить с более гибкими вступительными требованиями. То есть здесь вы видите, например, сравнение, если мы говорим в частности программы IB, то здесь как раз вот наглядно представлено, какие требования есть для прямого зачисления и какие требования есть на программы International V1. Поэтому здесь, опять же, если вы понимаете, что вы не набираете баллы для прохождения хорошей, например, университет расов групп, например, экзотера вы выбрали как для зачисления, то ваш, например, второй запасной вариант – это поступить на программу, опять же, International V1. И помимо, опять же, IB оценок, здесь потребуется экзамен по, например, английскому языку, потому что если вы… это требование визы, во-первых, если она относится к тому, если, например, программа IB проходит в российской… в России. Вот, и здесь вот уже требования по визе все равно, где необходимо предоставить IELTS, а университеты подчиняются визовым правилам, поэтому для зачисления тоже требуют экзамен IELTS. И, опять же, вот, как вы видите, здесь требования на International V1 ниже, чем, например, при зачислении на первый курс. Но я бы еще добавила от себя, что, опять же, International V1 большое преимущество в том, что все-таки это дает студенту, так сказать, год на раскачку, год адаптироваться и понять, как работает система Великобритании. Во-первых, на International V1 у нас проходит при университетах. Они, если студент заканчивает хорошо этот год, то он гарантированно переходит на второй курс, например, в британского вуза. И важно, что здесь, опять же, например, за студентом прикреплены кураторы по академической части, кураторы, которые помогают технически с моментами перехода с International V1 на второй год. Поэтому здесь студенты находятся, опять же, под присмотром проверенных сотрудников Инто, которые всячески помогают студентам и отслеживают успеваемость, посещаемость занятий, чтобы, соответственно, студент был успешным и прогрессирован. И опять же, какие-то, если вопросы возникают бытового характера, они бывают разные, открыть счет банки, где купить сим-карту, где купить какое-то, например, постельное белье или что-то еще, это, опять же, все можно прийти в центр Инто, где наша команда по работе со студентами ответит, опять же, на ваши вопросы и поможет абсолютно всем. И вот как раз я говорила, что наши все вот эти две программы проходят на кампусе наших университетов. Вот еще раз вернусь, специально поставила здесь карту, чтобы вы посмотрели, где, вспомнили, где находятся университеты Инто. То есть фактически во всех данных вузах есть свой Инто-центр, где, например, проходят программы Foundation, либо проходят программы International Year One. А также у нас есть такие, называются международные, например, центры. Это, например, Инто-Манчестер. Здесь он фактически красненьким выделен. И есть у нас еще, например, центр Инту-Ланды. В чем их особенность? В том, что фактически, например, Инту-Ланды – это центр, который не привязан никакому конкретному университету. И поэтому здесь у вас такой кардланш. Вы можете фактически подавать заявки в любые пять университетов и через централизованную систему ЮПОС. Возможно, кто-то уже про эту систему слышал. И вот здесь вот вы видите примеры, куда университеты Инту-Ланды, например, поступали после окончания, например, программы Foundation. Здесь у нас также есть программы International Year One. И я считаю, что это вообще в этом центре Инту-Ланды у нас более 100 партнеров. И здесь же есть возможность прогрессировать как в Russell Group университеты, например, университет Манчестера, Экзетера, университет Шеффилда, Ноттингема, Дарома. Поэтому это вот такая вот опция, если вы еще вдруг не определились. Потом второй момент. Если вам важна локация Лондон, И, опять же, Инту-Ланды это классный жирный плюс в такой гибкости, опять же, для студентов. И я бы сказала такой момент, что как, собственно, университет помогает выбрать вузы студентов. Во-первых, на кампусе проходят различные встречи с университетами, которые приезжают в центр Инту. Например, в Лондоне находятся такие известные вузы, как Westminster, Queen Mary University, Boltzmann. Например, студенты могут встретиться с представителями этих вузов или даже сходить на кампус в эти университеты, будучи студентом. Вот. Это вот такая вот гибкость и вариативность, которая предлагается в Инту-Ланды. И по стоимости обучения, соответственно, стоимость в Великобритании нет бюджетного образования ни для местных студентов, ни тем более для иностранных студентов. И поэтому здесь стоимость обучения зависит, опять же, от университета. Самые, опять же, дорогие вузы – это вузы, которые имеют высокие строчки рейтинга. Это также университеты Russell Group. И плюс я бы добавила к тому, что здесь вот сверху физ – это только показана стоимость обучения без стоимости проживания. И здесь вот внесут дополнительные расходы, опять же, проживание, различные регистрационные сборы, страховка, учебники. Сколько нужно будет дополнительно прибавить к этим ценам. И важно, что, опять же, проживание зависит от города. Соответственно, Манчестер, простите, Лондон будет самый дорогой город по проживанию. Если мы рассматриваем университет, например, как я говорила, Белфаст, это Кулинс Белфаст, либо университет Шотландии Стерлинг, у нас находится в этой локации, то там будет дешевле всего. И, соответственно, это самые недорогие будут опции по уровню и стоимости проживания. И важно, что также, хотя бы отметить тот факт, что иностранные студенты могут претендовать на скидки или стипендии. Это фактически работает, что полученная скидка отнимается от стоимости обучения. И здесь, как вы видите, размер, опять же, может быть разный. Все зависит от университета. И, соответственно, чтобы получить какие-то максимальные стипендии, необходимо предоставить высокий уровень академической успеваемости. То есть фактически отличники могут получить самые большие скидки и стипендии от британских вузов. Вы можете, опять же, напоминаю, связываться с Ольгой из компании Старая Академия, чтобы подобрать университет в соответствии с вашим бюджетом. И также при подаче заявки, например, Ольга может нам сообщить, что вы бы хотели, чтобы ваша заявка была рассмотрена на стипендию. И, собственно, по Великобритании закончился блок. И сейчас я перехожу к США. Оля, давай спросим, есть ли у кого-то какие-то вопросы? Чтобы немножко перевести. Да, давайте. Если кто-то хочет говорить, можете говорить вслух, если вам удобно, не хотите написать. Да, пожалуйста. Да, вы можете написать. Я могу, мне кажется, вы можете попросить меня, чтобы я включила вам звук, потому что по умолчанию у всех звук выключен. Вот, вы можете написать в чат, если у вас есть вопросы. Но, мне кажется, вы все можете включить себе звук сами, если вопросы есть. В прошлый раз, по крайней мере, было так. Так, ну, пока в чате тихо. Хорошо. Хорошо. Тогда продолжаем. Вы какие-то вопросы пишите нам. Да. В следующий... Вот, появился чат. Сейчас, секундочку. Ага. Так, как получить контакт и ссылку на запись? Пожалуйста, кто действительно не может остаться, видите, информации много, высылайте свой имейл, это все записывается. Мы пришлем вам ссылочку на имейл на нашу встречу и пришлем чек-лист, информацию по поводу документов. Ну, и, собственно говоря, вы сможете с нами связаться. Ваш имейл не будет использован для рассылки, не переживайте. Можете спокойно оставлять. Пока вроде все. Кто-то что-то хотел сказать. Говорите. Я вижу вопрос от Ольги. Расскажите про систему подачи заявок и выбора двух вузов. Так, секундочку. А также окончательное зачисление. Да. Смотрите, здесь получается, если мы говорим про подачи, например, про выбор университетов, вообще у нас, если я вам расскажу про систему Инту, например, это напоминает программу Foundation, либо, например, программу International View One, наши авторизованные партнеры, в данном случае компания Старая Академия, подают заявки студентов через отдельную нашу внутреннюю систему. И здесь мы можете подать к нам заявки в пять учебных заведений, но на различные программы. И обычно в Великобритании у нас срок рассмотрения заявок достаточно быстрый. В течение одной, ну максимум, полутора недели приходит ответ о вашем зачислении. И, например, если не нужно, если мы говорим про то, что вы зачисляетесь после, например, окончания школы, или вы сейчас находитесь в 11 классе, скажу, да, если, например, находитесь в 11 классе, то не нужно ждать получения вашего финального диплома, а нужно уже подавать заявки, потому что в этом случае университет может вам выпустить так называемое условное письмо о зачислении, или на английском это звучит conditional offer. почему не нужно ждать аттеста? Во-первых, если вы хотите быть рассмотрен на стипендию, то, опять же, нужно поторопиться и подать заявку как можно раньше, потому что стипендиальный фонд все-таки университет пограничен и распределяется между теми студентами, кто вперед подал заявки. Второй, опять же, момент, это все вопросы визового характера. Здесь, чем быстрее вы подадите заявку и уже получите опер, тем быстрее, соответственно, мы можем вам предоставить уже визовые документы. И вот здесь как раз окончательное зачисление. В Великобритании такая система, чтобы университет выдал вам визовый документ, он называется КАС, вам необходимо выполнить несколько условий. Подтвердить место на программе. Для этого нужно оплатить депозит, который идет в счет обучения вашего обучения и проживания. Например, если вам требуется проживание, то мы, соответственно, берем сразу депозит и за резиденцию, и за обучение. В этом случае это ваша гарантия, что у вас будет за вами зарезервирована комната и за вами будет зарезервировано место на программе. Второй момент, чтобы получить визовый документ, нужно, чтобы вы выполнили все условия вашего письма зачисления. Как правило, это условия предоставления финальных оценок и диплома, либо, например, об окончании средней школы в России. Или предоставление сертификата IELTS, если вы его не предоставили на момент обучения. И только после этого, в течение, опять же, пяти рабочих дней, университет дает вам визовый документ. Это является ваше окончательное зачисление в ВУЗ.